всем привет дорогие друзья с вами гидон и я приветствую вас в прохождении новенькой игры paradise lost вообще у нас за всю игре индустрию было очень много всяких paradise лостов это я узнал когда вбивал название игры себе под стрим в 2007 был и 2000 еще каком-то там были разные продайс лосты и под название были парадайс лосты но в общем 2020 друзья у нас выходит новая бродилка paradise lost тире ужастик ну наверное она будет напоминать самое ближайшее амнезию сюжету мы будем шляться по какому-то невероятно такому полуфэнтезийному что ли черт его знает бункеру нацистов тире городу нацистов все это будет связано с славянской немного тематикой сложно звучит и наверное будет сложно восприниматься ну потому что я начал немножечко игру и как-то вот увидите сами друзья увидите сами в общем всем приятного просмотра дорогие друзья игра только что вышла прямо в начале стрима игра уже вышла в steam доступно учтите это вот если захотите поиграть и мы начинаем буду очень рад вашим лайком как обычно зеленым огромный поклон ну что новая игра поехали поехали да такое вот у нас странное начало не успеешь ничего прочитать что-то бункер гезель шафт журнал неисправностей какая-то загрузка какой-то мега комп типа разрешить проверка безопасности канирование территории обнаружены посторонние личности может это главный герой идентификация не выполнена переход к экстренной изоляции активирован перехват управления активировать аудиомониторинг изоляция отменена спасибо от неизвестный а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот так вот. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А вы что думали? Текст будет какой-то? Не-а, не будет. Все, игра началась. Вот так вот, да. А что для меня было странно, так это вот я как-то, когда камеру кручу, ну вы поймете. Какое-то, какое-то, какое-то необычное такое ощущение, я бы сказал. Когда крутится камера. Я тоже боюсь темноты. Вот как мы с ней боремся, видишь? А теперь, мамочка, сделай так, что тебе будет тепло и уютно. Только убери игрушки. Скоро станет тепло. Никто не любит холод, да? Может, когда ты станешь большим и сильным, зима кончится? Как думаешь? Да, я так и думала. Никто не знает. Надо просто жить день за днем. Я говорила тебе, что ты очень смелый? Я слишком редко тебе это говорю. Думаешь, я зануда, а? Тебе мама зануда? Попробуй уснуть, малыш. Какой бы темной ни была ночь, вслед за ней всегда наступает утро. Вот. Значит, мы играем за ребенка. Как вы уже поняли с превьюшки. Ну и как вот мы сейчас понимаем из этого ролика. Неизвестно, что с матерью стало. Скорее всего, это получается альтернативный сюжет. Я особо не вчитывался в описании игры. Ну, кроме общего описания. Скорее всего, это альтернативный сюжет. Альтернативная история войны. Где, наверное, нацисты бахнули ядеркой и устроили зиму вечную. Видимо, поэтому она говорит, может быть, холод там пропадет. Не пропадет. А, это типа мы пулемет увидели и вспомнили эти ужасные крики. Мне еще очень не нравится вот эта тема. Смотрите. Я убираю руку с мышки и начинаю двигаться вперед. Он поднимает голову. Опускает. Поднимает. Опускает. Поднимает. Опускает. Я не знаю, зачем это сделали. Кстати, игра на Unreal Engine 4. Студия-разработчик Polyamorus Games. Кстати, я не помню, какие игры она делала. Делала ли? Если делала, то подскажите. Да, здесь будут записки, хождение, смотрение всяких заставочек. Много непонятного. Ну, в общем, все вот как любят некоторые мои зрители. А те, кто любят экшоны по типу Дума, разочаруются. Да, экшона тут не будет. Наверное. Не знаю, кстати. 19 мая 1960-го. Боюсь, дисциплина продолжает падать. Мои люди беспокоятся. Кстати, круто, что текстуры переведены. Или немцы говорят по-русски. Нет. Полагаю, они догадываются, что их обер-лейтенант знает не больше, чем они. Я понимаю, что наша миссия совершенно секретна. Однако мы, возможно, являемся самой подготовленной боевой единицей немецкой армии. И при этом наша задача по-прежнему остается для нас тайной. Мы сидим на груди винтовок, пушек, гранат, счетчиков, гегера и самых современных устройств, которые никогда не проходили испытаний. У нас есть даже сверхсовременная система связи, но мы не получаем никаких сообщений. Когда же мы пойдем в атаку? Нет, ну все остальное по-немецки, поэтому это чисто текстуры переведены, что весьма приятно. А, вот здесь вот сидели. Каждый раз камера шарашится вверх-вниз, когда ты идешь. И это очень-очень-очень неудобно. Нет, это релиз игры, она уже вышла. Доклад патрульного. 16 апреля 60-го. Место Гезельшафт Краков. То есть мы сейчас находимся в Кракове? Не знаю. Старший гренадер Йорк Кеслер. Я был направлен на уровень 0.0 в 9.42 с целью патрулирования люка 0.6.1.B. С самого северного входа в убежище. По прибытии к двери убежища я, как обычно, не обнаружил никаких изменений. Дверь была опечатана. Нарушителей, как и прежде, не обнаружено. На чем я и завершаю свой ежедневный отчет. Который, разумеется, никто не станет читать. Ну, почему же, разумеется-то? Я прочитал, видишь? Все было не зря. Ну, наверное, мы здесь не сможем найти ничего, чтобы не было подсвечено кружочком. Поэтому можно смело двигаться дальше. Номер один. Кто номер один? Нациз номер один. Осуждаем. Вот когда ты входишь просто в лютую теме, ничего не видишь перед собой? Такой себе. Надеюсь, потом будет фонарик. А не только зажигалка со странным символом. Пацифизма. Ха-ха-ха. Ага, ползем. Что-то Outlast вспомнил. Слушай, какая рука криповая. Просто по центру экрана, как в старом добром думе. Что это было? Что случилось? Все в порядке? О, выбирать варианты ответа. Не, ну, давай мамке-то не врать. Это винт, мам. Он упал. Он сломан? Без него мы не сможем починить генератор? Не беспокойся. Где-то должен быть запасной. Мам. Мам. Кто это? Никто. Ты понял? Никто. Никто. Батя, наверное, его. Блин, на фотке вот этот вот мужик был дико похож на... На какого-то актера. Я не могу вспомнить, ребят, что же это за актер-то был? Я его помню, прям недавно видел. В каком-то сериале. И... И... Черт возьми. Ну, напомните, пожалуйста. Я уверен, кто-то из вас точно вспомнит. Какой-то прям... Прям недавний сериал, мне так кажется. Я надеюсь, вы вспомните, потому что у меня теперь гештальт на эту тему. Ууу. Что? Ла... Лауштек. Эм... Как там? Никтферштейн. Что-то скрывает. Ну, она полячка, наверное. Отец-нацист. Не? Логично. Попис тут кнопки какие-то, что-то булки. Ну, собственно, этого мы и ждали, на самом деле. Никак иначе. Можешь хотя бы сериал напомнить, где ты его видел? Если бы я вспомнил сериал, я бы вспомнил чувака. А какая игра престолов, Карлик? Нет. Нет, даже близко. Нет, ну, камон. Питера Динклэйджа, я знаю. Нет, это другой какой-то был чувак такой. У него тоже... Слушай, волосы такие, очки. Бумажный дом. Да, 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 да. Это профессор из бумажного дома. Да. Точно. Точно. Вот. Так, для взаимодействия сдвиньте кружок в направлении... А, вот я его. Бум. Воу. А вот и свет. Только сирена включилась. Надеюсь, монстры не набегут. Тут бы мем с чуваком, вытирающим пот с олба. Ангангик? Или... Вайд... Вайдеруфен? Ангангик, Вайдеруфен? Ангангик, Вайдеруфен? А, была не была. Вайдеруфен. Фух. А если Ангангик? А-а-а-а! Понятно. Я снова включаю. Вау. Там поезда. Ммм. Неплохо. А тут что? Че? Ну, пофиг. Пойдем. Не знаю, что это такое. Как тут до сих пор работает свет, разве это место не должно быть полностью обесточено? Ну, по идее, если это невероятная, сверхсекретная база нацистов с суперсовременными изобретениями на то время, то, возможно, она должна питаться от собственного реактора. Ядерного. Почему бы и нет? Здесь же ни капли истины. Ну, камон. Вспоминашки? Или просто представил? Хотя, как ты мог? Ну. Только если он застал двигающиеся поезда, он может это помнить. А застал ли он? Судя по всему, нет, потому что мы видели его в люльке. Когда уже, видимо, зима началась, и уже не было никаких тут нацистов, и поезда эти не двигались. Тогда откуда он может слышать эти звуки? Лауштек! А, лифт вызывает. Ага. Матка, яйка, шнель-шнель. Матка, млеко, яйка. Руки, конечно, крипово вытягиваются. Больше напоминает метро. Ну, есть такое, есть такое, да. Зима, вторая мировая, заброшенные постройки. Ноль-ноль, ноль-четыре. А, вот что он ищет. Ну, это в натуре профессор из бумажного дома. Ну, правда, ну... Камон! А вот это не похоже на... Как ее звали-то? Ну, которая сначала была копом, а потом к ним примкнула. С которой он мутит. Забыл. Ну, ее... Не как ее зовут героиню, а как у нее кличка. Стокгольм, да, типа... Нет, Стокгольм это другая, это которая... Да, это которая была в заложниках. Это Стокгольм. А она... Блин, я не помню, честно. Я сейчас буду просто наугад перебирать. Уф. Звук хороший здесь, мне нравится. Комфортненько ездили-то. Угу, да. Вот смотришь реально на поезда тех времен. Где-то середина 19 века. 20 века, конечно. И, блин, такие они комфортные вообще-то. Такие классные. Уф. Сейчас просто вот... Я... Я слишком много пользовался РЖД пригородными электричками в своей жизни. Чтобы пускать слюни на подобные поезда. Когда едешь зимой на деревянной лавке, а у тебя еще и не топит в минус 20. Ой. Незабываемое ощущение. Лиссабон, да, точно. Спасибо. Дэд Причер. Не очень на Лиссабон похоже. Но это точно профессор, я отвечаю. Так, а прочитать? А мы не можем прочитать, к сожалению. Ну, пофиг. Да и информации, наверное, я никакой не могу получить из этого. Хотя... Что здесь? Мы видим ученых, которые на что-то смотрят. На какую-то пачку сигарет с антенной, как у Джеймса Бонда. Мы видим... Ноттердам. Видимо, со свастикой. Ну, собственно, все. Больше я не знаю. Но вообще газета, типа, да... Вестник Кракова как-то так переводится. Даже я не знаю немецкого. Это, в принципе, понял. Руки криповые, блин, конечно. Что пишут? Дорогая бабушка. Ты не поверишь, кто едет со мной в поезде. Грета Мюллер. И совсем недавно ставила мне ее запись. Она такая элегантная. Мне хотелось с ней поговорить, но у нее свой собственный вагон, и в него никого не пускают. Еще тут есть карикатурист из газеты, которую ты всегда читаешь. Он даже нарисовал мне фюрера. Но мне кажется, Геринга он нарисовал стройнее, чем на самом деле. Для меня большая честь ехать в одном поезде с такими талантливыми людьми. Мне так жаль, что мы не попрощались. Они пришли, когда тебя не было, и были такими грубыми и нетерпеливыми. Я такого не ожидала. По крайней мере, они обещали передать тебе мое прощальное письмо. Надеюсь, ты его получишь. Люблю тебя, Аделла. Окей. Не, на самом деле, вот я уже и привык к геймплею. И к вечно поднимающейся, опускающейся голове я уже привык. Удивительно. Но в натуре привык. Уже не замечаю. Что-то Краковской захотелось. Ммм, да. Когда вижу, покупаю или вообще что-то связанное с Краковской, я все время вспоминаю 12 стульев. От, я не помню какого режиссера. Но двухсерийный 12 стульев, не четырехсерийный, с Мироновым. Там этот батюшка забрался на гору с этой Краковской в зубах. Не знаю, все это. Это единственная ситуация, которая у меня на Краковскую. Всем поселенцам! Доводим до вашего сведения, что в Гезельшафт каждый из вас может взять с собой только один чемодан. Все дополнительные имущества по прибытии будут уничтожены. За исполнением данного правила следит Главное управление СС по вопросам расы и поселения. Исключение не предусмотрено. Поселенцы? Поселенцы, ну ладно. Ну? Пока точечка не появится, не берет. Чашка! Я мышку дергаю, он ее крутит. Ну и что? И все? Очень интересно. Просто безумно классный элемент игры. Столько раскрывает всего. С Польши все и началось. Да. Как этот мем с Гитлером. Что тебе хочется? Холодными осенними вечерами. Кофе? Тортик? А, нет. Кофе и кусочек Польши. Я ухожу, ты меня слышишь? И ты меня не остановишь. Я не хочу провести здесь всю жизнь. Мама? Мама, ты в порядке? Мама, это она притворилась, что у нее обморок, чтобы сын не ушел. Типа, знаете, сын уходит из семьи, и мама такая, ох, ох, аж сердце закололо. Мамочка, мамочка, что с тобой, все, все нормально. Ох, ну не знаю, не знаю, как я одна выживу вообще. Просто не знаю. Гезельшафт. Гезельшафт? Не Гезельшафт. Хорошо, хорошо, прошу прощения. Я, как человек, не знающий немецкого, не мог вообще допустить такой ошибки. Это с Филипповым или Пуговкиным? Сейчас вспомнить бы Пуговкина. Честно, Филиппов это ж... Ой, забыл я, честно. Знаком, возможно, я просто могу ошибаться, на самом деле, не хочется зря говорить. Господин Бахгубер, обращаюсь к вам с просьбой. Я понимаю, что это больше не мое дело, поскольку все мое имущество теперь принадлежит вам. Однако надеюсь, что вы все-таки окажете мне эту последнюю услугу. Я уверен, первое, что вы планируете сделать, срубить березу во дворе. Но на ней свела гнездо пара дроздов. Я прошу вас, прежде чем рубить дерево, перенести гнездо по скриптам. В следующий раз надо купить билет на поезд у кого-нибудь похожего на меня. У нас с вами нет никакого сходства, не говоря уже о вашей фотографии в паспорте. Увы, во всей Баварии вы были единственным известным мне человеком, получившим этот билет. Получается, он купил у кого-то билет и просто потому, что он похож, притворился им. Интересно. Ну, это, короче, 12 стульев с тем, где Остапа Грузин играл. Мне очень жаль, что я не помню его имя и фамилию. Играл он отлично. Спиритус. Санкти. Амин. Угу. Когда космические корабли бороздят просторы большого... Да, да, ну да, это Пуговкин, да, это Пуговкин, точно. Только это из другого фильма, конечно. Это из операции... О, как я люблю говорить, если можно дёрнуть, надо дёргать. Блин. Хрен тут что дёрнешь. Двенадцать стульев, Леонид Гайдайс. Спасибо, Егор, за такую невероятную справку, но есть две версии двенадцати стульев. Гайдар и... Гайда и... 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 И Захаров, что ли? Блин, не помню. Но я всё равно считаю четырёхсерийную с Мироновым лучше. Ну, потому что это Миронов. Дорогой Леопольд, сколько раз я молился? Господи, прошу, сделай меня неведущим. Позволь нам видеть того, что у меня перед глазами. Я лишь простой машинист и выполняю приказы, но в глубине души я всегда знал, что настанет тот день, когда я заплачу за все эти годы притворства. Больнее всего мне сознавать, что этот день настал, а расплачиваться придётся не мне, а тебе. Сегодня я теряю друга. Я не могу не спросить себя, неужели ничего нельзя было изменить? Может, если бы мне хватило смелости усомниться в приказах, мы отправились бы в это последнее путешествие вместе? Я приветствую тебя, мой старый друг. Мне искренне жаль, что всё так заканчивается. Арчил Гамиашвили? Серьёзно его звали? Имя Арчил? Потому что... Потому что я вот такую, в принципе, не помню. Фамилия, да? Похоже. У-у-у! Это лёд был. А, окей. Так, ну может быть... Угу. Пошли. Я видел третью версию 12 стульев черно-бел. Серьёзно? Первый раз слышу. Я знаю только про две. А мне ещё нравится в этой... В четырёхсерийной с Мироновым. Там Витцин же вначале играет... По-моему, он играет этого... Директора похоронного агентства. И он когда говорит, типа... Он говорит... Ну, знаете, когда мы все говорим там... Первое. Второе. Самый угар. Ну, то есть, тогда это, наверное, ещё не было известно. Так как это СССР. И никакого тлетворного влияния Запада у нас не было. И он так и говорит... Первое! Можете посмотреть. Я отвечаю. То есть... Витцин, показывающий факт вам в экран. Вот такого. От этого я аж охренел. Самое забавное, никто нигде это не постил никогда. Ну, то есть... Ну, это же забавно. Ну, капец. Почему это нигде не разошлось? Может, мне такой мемас сделать? А бегать можно? Нет! Вот, я shift нажимаю. Вот. Видите, немножко field of view меняется, но... Но это разве ускорение? Это он, типа, ускоряется? Это не похоже на ускорение. Что-то ходит и ходит. На белый это золотой теленок. Ну, золотой теленок. Это ясно. Понимаешь. Шура! Сколько вам надо для счастья? 3 рубля 48 копеек. Нет, Шура. Для полного счастья. А, для полного. 6 рубля 75 копеек. Цифры я примерно и взял, но... Рофл знатный. Уоу! Нифига себе. И не впадлы вам было это все строить здесь? Типа, подо льдом? Получается. Это секретная база нацистов в Антарктиде, да? Построенная подо льдом. А может и так, на самом деле. Правда, каких чертов поезда в таком случае. Ну, ладно. Посмотрим, что они тут напридумывали. Я-то, конечно, тоже могу выдумывать до бесконечности. А, подожди, мне надо было. Не-не-не. Я думаю, где слезть просто, а то тут куски льда. И он что-то прыгать-то не хочет. Те 12 стульев, которые ты имеешь в виду, снимали в моем городе Ярославскую область, город Рыбинск. Круто. Да он читает сообщение в чате. Ну, да, это ж не дум, где мне нужно следить за каждой миллисекундой происходящего действия. Мы гуляем, как бы, и у нас игра вообще практически без слов идет повествование. Ну, ладно, не практически. 90%. 80%. 80%. Да и бегать тут нельзя, поэтому... Поэтому болтаем. Пока что... Завораживающе, я бы сказал. Не страшно, завораживающе. Олег, спасибо. С Мироновым снял Марк Захаров. Точно, Захаров. С Арчилом, Гамиашвили. Гайдай. Да. Да, 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 да. Все правильно. Спасибо. Рассудил. Как давно я их смотрел. Но несколько раз смотрел. Нацисты же на темной стороне луны. Конечно. Ну, тут два варианта. Либо в Антарктиде, либо на темной стороне луны. Ну, Мишка, господи. Даже как-то коллектаблс никакие не собираются. В информацию не добавляются. Комментариев не появляется, когда ты берешь какой-либо предмет. Ну, как бы надо. Надо такие вещи делать в подобных играх. Нельзя просто взять мишку, чашку и еще что-то. Помотать в руке. И это ничем не заканчивается. Когда еще вы послушаете молитву по-польски? А, а, а? Ну, что, метро, пацаны, да? Противогаз у нас есть. Походу, Риле... Это флешбек, что ли? Ну, да, походу, флешбек. Ну, а как иначе-то? А, это как раз бункер. Он из него вышел. Вот, мы видим, что произошло дальше. Это бункер. Он из него вышел, чтобы посмотреть, что здесь. А здесь нихрена нет. В момент, что черт побери, снимался в боку. Да, да, это я знаю. А почему тут черная точка? Неужто это ее могила? Не волнуйся, мам, со мной ничего не случится. Что мне теперь делать, мам? Ну, пока, мам. Печально она умерла. Блин, ну, я думал, что... На самом деле, я подумал, что он там упал. И он вышел лекарства для нее искать специально. Вообще, уже интереснее стало, да, ребят? Все, конец флешбека. Да, конец флешбека. Это маленький Артем в метро попал к Рейху. Сколько будет идти стрим? Спасибо, юзер. До двух часов. Наверное, полторашку. Потому что такие чисто сюжетные игры. Час сорок где-то стримлю. Все еще не то. Все еще не то. Не знаю, сколько игра будет сама идти. По себе, по сюжету. Какой парадный вокзал. Ну, это, наверное, для высокопоставленных чинов. Блин, на парня похоже. Дорогие мои, Аня и Бартек. В поезде я все никак не могла перестать о вас думать. Перед глазами стояли ваши грустные личики. И как вы плакали и махали мне вслед. Это разбивает мое материнское сердце. Но вспомните, это ведь не первый мой отъезд. Вы знаете, как я всегда спешу вернуться домой к своим тенчикам. На этот раз я выступаю в особенном месте. И когда вернусь, привезу вам удивительный подарок. Мы можем сделать даже еще лучше. Вы напишите мне, о каких подарках мечтаете. А я постараюсь, чтобы эти мечты сбылись. Пожалуйста, Аня, забудьте себя о своем братике. Совсем скоро мы снова будем вместе. С любовью, мама. По скриптам. Помните, если вам захочется послушать, как мама поет, вы всегда можете включить мои записи. Идите так и пишите. У меня айфон десятый. А мне, мне Теслу. Нифига себе, разброс, да, сделал? От айфона до Теслы. Ну, че там? Ну и ничего. И зачем я это открыл? Блин, когда разработчики делают возможность сделать что-то, это что-то должно иметь смысл. Я не могу просто открывать ящик. Вот, например, вот здесь я могу что-то взять. А там ничего нет. Ну и даже если я это беру, я как бы... Ну да, какие-то лекарства. Но я не знаю немецкий, поэтому не пойму, что это за лекарство. Возможно, я найду дневник. Мне станет ясней. Так, подожди. А, вот. Водки детей. Сейф, скрип к Страдиваре. Где господин Ралдугин? Кажется, он потерял свою скрипочку. Абажурчик по старой моде. Я не знаю, вот... Я быстрее иду с шифтом или нет? Ну, в натуре. Я до сих пор не могу понять. Подождите, мне кажется, я через эту штуку не пройду. Мне нужно будет через ящики идти. Давайте попробуем. Что-то раз игра линейна, скорее всего, эта штука не откроется. Открылась. Окей. И что? А назад? А назад никак? Блин, ну ладно. Все уже, похуй. Странно. Там тоже что-то был, какой-то кружочек. Эдельвейс. Словно зерно под землей мы растем в этой немецкой земле. Мы будем расти, в июле цвести, как Эдельвейсы в горах. Маленький Эдельвейс, милый мой Эдельвейс, белый чудесный цветок. И написал самый ужасный в мире стишок. Где останки людей? Да, ну они, наверное, свалили куда-то. На луну, например. Как ты думаешь? Возможно ли это? Я же говорил, что это симулятор ходьбы. Я предупреждал. Я предупреждал. И не говорите мне, что я не предупреждал. Так что, она не будет? Наверное. Может, в какой-то момент нам дадут побегать от какого-нибудь монстра. Как это было в чудесном хорроре The Beast Inside. Где и хоррор, и бродилки чередовались с экшоном. Было классно. За исключением пары моментов. Ну и чего я эту хрень беру-то? Зачем она мне? Я просто болтаю ее в руках. Это бессмысленно. А, нет, смотри, он ее в инвентарь положил. О, уже появился смысл. Ильзе Шмидт. Мы рады сообщить, что благодаря вашим уникальным достижениям в области материнства вы были... Чего? Достижения в области материнства? Это че... Что? Это что значит? Вы были приглашены в Гезельшафт. Гезельшафт, простите меня. Вы, а также другие женщины, награжденные почетным крестом немецкой матери. Это что, за двух детей-то? Серьезно? С одобрения союза немецких девушек... Какой союз девушек? Присоединитесь к Гезельшафт 19 мая 1960-го. Просим взять с собой Ausweis, поскольку само по себе это пригласительное письмо не является входным билетом. Также напоминаем о необходимости изучить список личного имущества, предоставленное Главным управлением МСС по вопросам расы и поселения. Короче, куда-то перевозили всех людей, важных не важных... Ну, важных, конечно. Неважных никуда не перевозили. Там помрут. На какое-то поселение. Возможно, это был просто перевалочный пункт. А может и нет. Так, ну, не явно не сюда. Значит, мать героиня... Ну, не за двух же детей-то, камон! Че, мне пробить надо, что ли, карточку? Вау! Серьезно! Пробить карточку. Что, там и чернила сохранились до сих пор? Так. Для входа в гизель-шафт следуйте данные по шаговой инструкции. Возможно, дети отвечали арийским стандартам хорошо. А, ну, может быть, не знаю. Это так, организация в рейхе, которая клепала супер детей. Да? Интересно. Приготовьте свой аусвайс. Встаньте в очередь у окна. Дайте служащему аусвайс для проставления печати. Возьмите удостоверение. Пройдите к входу. Отсканируйте аусвайс с печатью на входной. Отсканируйте! Офигеть, блин! Отсканируйте! Мы тут печать ставим. Синенькую чернильную. А потом идем сканировать ее. Вот это да! Сканирование. Как это вяжется? Вот что сейчас было? Тудун. Вот это что сейчас было? Тун. Это... Это что? Это мне страшно должно быть? От чего? Ну ладно. Спишем это на слуховые галлюцинации. Это немцы упаковали. Посмотрите, как все ровненько стоит. Сразу видно. И карточку отдать Оскару, да. Точно. Похожая атмосферка, кстати. Такого. Как это называется-то? Где у нас автоматоны? Это у нас... Это у нас какой панк? Не стим панк? Когда вот шестеренки, автоматоны. Все вот это вот. На это им предоставлялись преференции. И эта работа уважалась. На данном стриме будут актуальны анекдоты про Штирлиц. Ладно. Допускайтесь к поправке гражданскими или в случае непосредственной опасности военными властями. При поступлении получить все ранее неполученные прививки. Прилежно трудиться и помогать нуждающимся. Самостоятельно обучиться профессии по своему выбору, которая впоследствии может пригодиться им вне убежища. Заботиться о здоровье. Информировать власть о любых нарушениях. Делиться с комендантом своими соображениями по улучшению функционирования колонии. Оставаться в пределах разрешенных зон, составляющих 90% поверхностной территории колонии. Фод в запретные зоны беспропуска. Карается смертью! Как мило у вас тут. Печать веселая. Ачивка Ubermensch. Ну типа сверхчеловек. Пару панк. Фрост панк. Почему фрост? Нет здесь фроста никакого. Ну нет, лед то есть, но нет. Мы тут не выживаем. Чумодан пропустил. Да и хрен с ним. Ну там не знаю. Ну ладно. Нет, там бывают документы. Они интересные. Но зачастую здесь вот ты просто такой идешь, идешь, идешь. И ничего не находишь. Музыки не хватает. Ну здесь эмбиент такой нагружающий. Добро пожаловать в ЭДМ. А там я не знаю чего. Какие годы тут? 60-е. О боже мой! Серьезно? У вас тут система распознавания... О, вон камеры какие-то даже стоят. Охренеть вообще. Ну хотя да. В то время-то наверное уже изобрели эти двери, которые открываются перед человеком-то. Ну мода и мода. Просто зачастую вот такие бумажки находишь. Там на двери для Усвайса был не дисканер, а Шрендер. Возможно. Типа на высокие технологии. На самом деле там просто мусор перерабатывается. У тебя что там, клаустрофобия что ли? Ты в бункере прожил всю жизнь. Какая нахрен клаустрофобия? Сейчас почи... Не, не починил. Стадия вторая. Гнев. А, ну значит пять глав и будет. Пять стадий. Что это у нас? Отрицание, гнев. Торг, принятие. Нет, я какую-то стадию пропустил. Ты просто бродилка. Да, просто бродилка. Ракеты там, ничего себе. А какой этаж-то? Второй. О, недалеко я уехал. Понятно. Ну, понятно, что не то. Ресепшн. Урбейштраум. Устелленгстраум. Ёптыш. Чё говорят польские слова сложные? Это как? По-немецки пишется борщ. Борщ это цехэш. Торг, депрессия, принятие. А, депрессия? Разве депрессия есть, кстати? Да, смирение. Во. Нет, смирение. Я не помню такого. Ну, то есть, чё-то депрессия звучит неправдоподобно. Да кто там звонит-то, алё? Да. Ну, там, наверное, кто-то есть, понимаете? Помните, чё-то какой-то компьютер-то вначале тыкал, и там было в конце спасибо. От кого-то неизвестного. Наверное, мы кого-то найдём. Фюреру лично! 1949-й. Лиса, спасибо. Автоматоны, шестерёнки. Это ж Сибирь. Сибирь, конечно. Почему нет? Отрицание, гнев, торг, депрессия. Всё-таки депрессия? Да вы гоните. Нет никакой депрессии. Не помню я такого. А может и... Так, вот, ну, Псейбет пишет, нету депрессии. Ау-с-ш-тэ-л-ю-н-г-с-раум. Хе-хе-хе, как жёсткие слова. Ар-бай-т-с-раум. Что это вообще значит? Есть депрессия? Нет депрессии! У меня нет депрессии. Ладно, шучу. Сейчас я прогуглю. Пять. Люблю такие игры, никуда не спешишь. Стадий. Пять стадий принятия неизбежного. А, вообще, да, депрессия. Беда, беда. Да, торг, депрессия, принятие. Всё так и есть. Поскольку Советский Союз остаётся нашим врагом, и неизвестно, сколько будут сохранять нейтралитет США, перед нами стоят следующие приоритетные задачи. Первое. Производство большого количества ядерного оружия. Б. Разработка способов применения данного оружия на дальних дистанциях. Если нам не удастся осуществить один из этих пунктов, и уничтожить врагов Рейха, необходимо перейти к плану Б. Временно ввести, вывести противника из строя, применив имеющееся ядерное оружие, создав убежище для сохранения нашего народа и подготовки к решающей битве. Господи, видимо, так случилось. Ключевые пункты. В кратчайшие сроки завершить работу над программой Источник Разума. Второе. Построить сеть устойчивых к радиации бункеров, рассчитанных не менее чем на 15 лет проживания. Немало. Подготовить тактическое ядерное оружие. Четвертое. Подготовить план эвакуации наиболее ценных членов общества. Пятое. Эвакуировать вышеупомянутых граждан в бункеры. Шестое. Атаковать врага всем доступным ядерным оружием, временно обезвредив его и зачистив территории посредством радиации. Седьмое. Создать в бункерах боеспособное общество, которое будет совершенствовать старое и производить новое оружие. Восьмое. Вернуться на поверхность для окончательной победы над врагом. Вы не сможете создавать актуальные единицы боевого оружия, сидя у себя в бункере. Это невозможно. Или вы будете недостаточно подготовлены, ведь вы не будете знать о враге, у вас не будет шпионов и так далее и тому подобное. Какая чудесная картина. А как это вяжется? Что она делает? Это похоже на советских солдат. На ополчение какое-то. Или партизан, или вообще не знаю чего. Ну картина знатная. Мне нравится. А еще я что-то ору с этого поста. Такой. Он похож на карлика просто. Это же... Это типа ребенок должен быть, но на самом деле он просто похож на какого-то стрёмного карлика. Я не знаю, что это значит. Переведите кто-нибудь. Аусштеллингсраум. Типа демонстрационный зал или зал совещаний. Блин, Гризли, спасибо. Тебе стоит эту игру поиграть. Первое. Депрессия? Не помню такого. Второе. Да нет никакой депрессии. Третье. Да ладно, не может быть. Я сам сейчас загуглю. Четвертое. Есть депрессия. Пятая. Пятая. Ладно, идем дальше. Это мои пять стадий было. Так. Отличное фото. Где-то постер топ. Это мальчиш-плохиш. Оберсту Хуга Нойбауэру, руководителю подготовки пехотного состава Верховного командования Вермахта. Уважаемый полковник, я только что получил предложение по организации подготовки по программе Национальная гвардия Третьего рейха. Для дальнейшего вступления детей в Фольксвахе. Их автор некий майор Хорст Кошек. Кошек. Хруст Кошек. Искренне сомневаюсь, что высшеупомянутый майор Кошек хоть раз в жизни видел ребенка, иначе он никогда не написал бы, что пятилетним детям полезно заряжать оружие для развития координации. И настаиваю на том, чтобы вы отклонили эту программу и создали другую при участии психологов. Они являются экспертами в области физического и интеллектуального развития детей и, в отличие от майора Кошека, имеют хоть какое-то представление о педагогике. Че? Ты немецкий знаешь? Я нет. Я могу слова читать. Убер-штраум. Там мелкий шрифт у них какой-то витиеватый. Я не могу. Че вздыхаешь-то все путем? Пять стадий отрицания депрессии. Арбайт срам рабочей территории. Ну да, да, Арбайтен это ж типа работа. Работать. Эйн, вейд, террор, таг, индер и холли. Хрен знает, что ли. Ну, в общем, видимо, конструкторское бюро какое-то. Расшифровка записи разговора между Обердинстлейтером, Максом Файфером, руководителем Краковского комиссариата, генерал-губернатором Гюнтером Людвигом. Какого черта вы, кретина, себе позволяете? Меня все еще нет шпельта. Я тоже бешусь, когда у меня нет шпельта. Евгений, спасибо. Спасибо тебе за поддержку. Если вы решили, что я буду ждать до следующего урожая, позвольте вас разочаровать. Не стану. Гейл. Все просто помешались на этой гребаной пшенице. Мне по 30 раз на дню звонят из Фатерлянда, из протектората Богемии и Моравии, и даже из Франции. Все твердят о какой-то дурацкой пшенице. Люди сотни лет со средних веков жили и в глаза не видели этой дряни и не особо страдали. МП. Зато я страдаю. У меня приказ проследить за выполнением поставки. Гейл. Зерно это не машина. Я не могу просто взять и собрать еще. Ну что, думаете, я не пытался пишить жалобу в Министерство сельского хозяйства? Фигра новая. Прям свежачок. 59 минут назад вышло. Свежак. Даже не знаю, что это похоже. На ракету. Блин, знаю. Че все скрипит, как будто, блин, здесь ветер и качает это здание. Че-то все скрипит. Тишина должна... Ооо! Вот это плазма. Это мне нравится. Нифига там, блин, постер лежит. Ну, это карта, наверное. Так, а мы что-нибудь посмотрим клевое? Надеюсь, что посмотрим. Благодарственная речь профессора Курта Хартмана, лауреата приза в честь 25-летия Третьего Рейха, произнесенная на церемонии вручения 30 января 53-го. Да, написано, странно, я живу в Германии, знаю немецкий, но вот что ты читаешь, даже не могу прочитать. Это старые буквы, но сейчас уже так не пишут. Пишут обычно так. Алло. Для более глубокого погружения необходимо знание немецкого, да. Мы создали вычислительную машину, в 50 тысяч раз превосходящую американский ENIAC и по возможностям обработки данных. В ее конструкции использовались недавно открытые методы нейронной коммуникации в гиппокампе. Коммуникация поддерживается с помощью слабых электрических импульсов, а также благодаря активации незадействованных в обычной жизни участков мозга. Интерфейс машины позволяет одновременно обрабатывать, хранить и использовать информацию для управления процессами. Рассчитываем на 4-летний операционный период, после чего возможности обработки данных начнут снижаться, что потенциально угрожает стабильности системы. Гиппокамп это вообще-то орган в мозгу. Так что, вы че там? Опа. Ага, ну парень за мной следят. Ди-ди-ди-ди-ди-ди. Ди-ди-ди-ди-ди. Ну блин, было весело, пока вы не вырубили. Ладно. Это клемма. Для сосочка. Наверное. Не знаю, чем там немцы занимались свободно от работы. Время. А вот и выставочный зал. Как и обещали. Какие-то выдуманные немцы, наверное. Не знаю, макет чего-то там, может, бункера. Это ге-бау-де-де-де-де-де комплекс. Че-то такое. Макет комплекс. похоже на что-то из космоса или двигатель как ракеты на ну да понятно видимо видеть видимо двигатель часть двигателя а вот эти штуки были у нас в начале игры на главном меню ракета трейвер не знаю что значит граммик а это на то что немцы свалили на луну возможно я же говорю вам может это и не шутка окажется в итоге а мы угораемся игру монетка печенька нацистская не знаю так ладно так а дверь-то мне кто откроет причем не тут еще потыкать надо эй там в камере значит не смотрит даже на меня отвернулся обиделась наверное ничего нету так я чуть не пощупал походу чуть важное не пощупал игра дальше не идет лесенка лесенка ну тут кроме этого ничего нету ну и ну давай еще раз это возьму ходить с этой фигней нельзя я могу только вот так делать и все он не переворачивает ничего левая кнопка ничего не делает с этой фигней в сд не работает там control shift может я на shift могу вот так делать чуть приближать все на правую кнопку кладет обратно что я не то сделал да не на луну на венеру там же их басковец нашел ну точно олеж ну ну точно стрим не забанятся с вас нет с какого хрена то мы тут все осуждаем обеими руками нацизм и фашизм заодно так что это ж не германия да вот там забанятся с вас тон гранде чё гранде тартария тартария индепенданта чины московик интересно готический шрифт да 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 вон и и люверт написал надписи в парадайс ласт билайк и дальше там готический шрифт там нафига чё так ну а чё делать подождите я не пойму реально чё надо то свастика в любой форме запрещена ну как бы слышь я ее не не пропагандирую не рисую нигде это же камон хорош что чушь порой это же не документальные произведения да и документальные тем более наоборот короче камон успокойтесь и у кого нет идеи что дальше делать мне нужно как-то открыть этот ой пошла ты нафиг игра серьезно я в упор должен был подойти чтобы она открылась ладно хоть подошел ау помогите я знаю я знаю вы там давай хороший вариант конечно ну ладно я знаю вы там это были камеры они за тобой следили ты видел ими не легко управлять что тебе нужно кто сказал что мне что-то нужно я просто следила за тобой из любопытства кто ты я пришла посмотреть нет ли здесь чего интересного прямо как ты ну то есть ты ведь за этим здесь мне ты можешь сказать нет я кое-кого ищу я тут больше никого не видел я могу тебе помочь я тут в каком-то центре управления мне отсюда все хорошо видно тут камеры выключатели вообще чего только нет кого бы не искал я могу тебе помочь что скажешь я почему я должен тебе верить не знаю просто верь я почему-то оказалась здесь заперта так что я хочу чтобы ты отыскал центр управления и вытащил меня отсюда и поможешь мне а я тебе это называется квипрокво я знаю как это называется ладно ладно поможешь я помогу тебе только скажи как вот смотри у меня есть карта и похоже я в ней разобралась мы на втором уровне как по мне это скорее минус второй в любом случае комната где ты находишься соединяется со складом а тот с кузнецей его там должен быть центр управления а в нем ты точно приходи и выпусти меня пока я совсем не свихнулась о и в качестве жеста доброй воли я тебе даже дверь открою вуаля 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 ну так я пошел да будь осторожен ты что-то хотел сказать ты же мне не навредишь верно вообще не собиралась ну раз уж ты об этом заговорил что чего я никуда не денусь так что если увидишь микрофон просто скажи ну или типа того а потом короче окажется что это искусственный интеллект созданный на базе мозга человека нацистами они свалили и я вот там она осталась здесь запертая хочет вырваться на свободу и не знали что-нибудь наподобие такого короче это не человек сто процентов я прямо уверен пизде блин ракеты мощно тут ни хрена не видно я туда и не пойду это место состоит из соли я имею ввиду пещера а не склад я тут подумал что могу прозвлечь тебя рассказом об этом месте похоже это единственное что я о нем знаю на складе повсюду динамика так что я смогу с тобой говорить посмотреть уже по разнообразней как-то стало да подинамичней какая-то болтушка появилась веселая поляки делали ну типа в польше и главный герой поляк поэтому делали ли поляки но издатели точно поляки all in games сами разработчики возможно полиамор games это поляки нет директива министерства вооружения по использованию материалов оставленных при эвакуации первыми материалами доступными поселенцам станут металл дерево и кожа из которых сделаны поезда использованные в операции унтертаухен погружение иными словами с поездов следует снять все что возможно переработать и использовать напоминаем всем а что если нацисты спрятались на дне океана подумайте об этом напоминаем всем поселенцам до того как они покинут бункер в нем необходимо будет произвести оружие и снаряжение как минимум на две дивизии также насколько позволят материальные человеческие ресурсы необходимо усовершенствовать имеющееся вооружение разработать новое оружие для нашей победы альберт шпеер рейхс минстер вооружения и военного производства ракет на за это v2 я забыл просто как полу 2 выглядит который больше шуму и страха делали нежели уничтожали население потому что запускали эти ракеты v2 ну примерно куда-то туда как думаешь что в этих контейнерах а раз не открыто значит наверное ничего полезного а может просто не было возможности их открыть может никто не знал как нет такого быть не может кто проживает на не океана нацист скин хэд давление их убило бы без оборудования ой да ладно скажи это баю шоку вот не работает стопудняк да давай дергай так легко то оттуда не выберешься еще бы я помещение еще не осмотрел какой там выбраться хм болтать можно не могу пройти вижу вижу есть идея но мне понадобится твоя помощь что мне делать кран видишь думаю я смогу управлять им отсюда расправа его нужно освободить от этой штуки можешь что нибудь придумать думаю могу попробовать вон тот рычаг надо за него потянуть и какой рычаг он же не здесь да значит не здесь ну и не здесь Зато Фау-2 вроде на спирту летали При необходимости можно слить Да ладно ты Серьезно? Серьезно? Да ты глуп А что керосина что ли не было? Да ну не Это же не так эффективно На спирту Так здесь ничего Очередной закуток где ничего Фау-2 бомбили Лондон Погибло более 2000 Но если это правильные цифры То по соотношению цены этих Фау-2 Количество убитых Это просто ничто Ну не умоляю конечно Трагедии Погибших людей Но в целом да Это очень мало Потому что Ракеты то стоили невероятно Какой рычаг мне там дернуть надо А кстати здесь Здесь два спуска Рычаг 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 Не вижу никакого рычага С керосином там свои сложности были конструктивные Сейчас начнется пятая стадия принятия кедона у спирта А кто-то говорит на смеси керосина и еще чего-то У нацистов с нефтепродуктами совсем печально было Гнали топливо из всего что только могли И запил Да точно Это я помню там Там проблемы были Потому что движки у них вроде бензиновые были У танков они дизельные У входа рычаг через Через какую бочку Через бочку У входа другой был рычаг Он не тянулся Вообще никак не работал Бочка какая-то Вот это похоже на бочку Но Нет здесь ничего нет Кетиловый спирт и жидкий кислород в качестве топлива Ох ё Жестко Это ж Это ж Насколько оно воспламеняющееся это было Внизу рычаг Рычаг Первый комент Внизу рычаг Сразу под ним комент Рычаг Наверху Третий комент Да найди этот рычаг уже А во 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 Вижу 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 Вот теперь вижу Это просто Это Это лита коментов Это вот всегда так Ой Есть Не совсем И что? Что дальше-то? Ладно Что ты хочешь сделать с этой ракетой? Тише Мне нужно сосредоточиться Упс Упс Осторожно Она может взорваться Она не взорвется Не надо Ты в порядке? Откуда ты знал Что она не взорвется? Я не знала И ты решила рискнуть моей жизнью? Я же тебя оттуда вытащила, так? А в общем, ладно Никаких камер там не вижу Значит встретимся на той стороне What the heck? Что-то мне не нравится Такой напарник Напарница Солярка вся уходила на флот и подлодки Танки и транспорт на Газолине ездили Ну это я просто чат читаю Если что это Not my thoughts ГГ быстрее ходить умеет? К сожалению, нет Вот это его максимальная крейсерская скорость Кнопки без подвесей Я обожаю Ну метро? Ну метро прям Ну и что? Ну крути дальше-то Че он не крутится? Ладно, а верх? Давай еще раз О-о-о-о Отлично Какие МГ-42 здесь стоят А это кажется Карт назывался Судя по моим познаниям Скловдути Все он там был наверху рычаг Мы его уже дергали Он не работал Надо было Смотрите стрим Сейчас грустная музыка включилась Вроде никто не умер А, здесь наверное получается Из одного вагона стреляли в другой Ага А где все убитые тогда? Кто-то их вынес что ли? Потому что все изрешечено пулями Прямо как в метро Местные воины тут Шли Ага Смотри, я туда могу Надо вести себя Очень тихо Чтобы услышать Перестух колес Если подумать Нам повезло Что сейчас так холодно Рельсы не любят жары При нагреве Сталь расширяется Но нам это не грозит Потому что сейчас зима Мы дойдем до цели Обещаю Ну, наверное В тот раз Если бы я залез Между ящиков Я бы нашел Что-то наподобие Наподобие Ч-ч-ч Ч-ч-ч Пишет Другой человек Танки не на газолине А на бензине Высокооктановым А так и захлебнулось Потому что не успевали Подвезти бензин Из Европы А на территории СССР Бензин не производился Наш ездили на дизельном Да Дизелек то лучше И загорается хуже Бензин если он еще и высокооктану и она хочет пройти игру полностью она да она хочет этого как никто другой уже на электричестве ездил меня не допирает сожалению не видел это хоррор но атмосферка такая как бы грузище но скримаков нету поэтому наверное нет нет но если так гуглим гуглим бензин и газолин это одно и то же с английского это нет все что вбиваю все что мне выдает при запросе газолин трек газолина газолин скриптонит текст так что наверное действительно это просто значит бензин ну да газолин или они от газолин или газовый бензин по российской дореволюционной номенклатуре регален или петролейный эфир наиболее летучие нерастворимые в воде жидкие углеводороды удельного веса от 0 6 до 0 0 68 входящий в состав нефти и способны с большой легкостью переходить в парообразное состояние так что блин это это другая тема газолин все таки лейтенант мертв ты его заместитель он тоже мертв нас осталось совсем мало а немцев повсюду еще полно немцев мы с ними справимся да я знаю но я знаю то что есть более эффективный способ эффективный ты начинаешь говорить как они я говорю как ученый который не хочет лишнего кровопролития что же ты предлагаешь как ученый я предлагаю включить компьютер и использовать его против них как мы это делали раньше нет это даже не обсуждается подумай компьютер может просканировать территорию найти их всех я сказала нет мы больше не будем использовать их технологии ты сам его отключал ты знаешь что этому компьютеру нужно для работы чем мы лучше них если сможем жить с этим им все равно уже не помочь а без машины на поиск нацистов уйдут недели хоть бы и месяцы не поднимай больше эту тему это приказ позволь напомнить что без меня мы не нашли бы это место кто тебе дал право приказывать теперь я главное ну как и было написано в той бумажке наверно нужен человеческий мост для работы этого компьютера и он эффективен только в течение четырех лет видимо дальше умирает скорее всего ну как-то ссср бензин не производился не ну ну смысле не производил она чем на самолеты летали на керосине летали вообще не на бензине же по идее самолет на керосине должны летать нет википедии следующее продолжение такие же углеводороды но имеющиеся в среднем большую температуру кипения называется бензином а ну все равно это немножко другое наверное короче по сюжету в принципе что здесь случилось знаешь что что здесь случилось бойня кровавая бойня где все тела ну камон вот тут мы уже видим кровь и явно блюд и бои здесь шли но мы не видим ни костей ничего это очень странно держи себя в руках держи себя в руках нет не могу я не могу проклятие мне никто раньше не стрелял несколько граммов свинца несколько тысяч футов в секунду я даже не пойму даже не пойму человек стреляет бог направляет пулю будь что будет группы съели а кости в мукупере мало ли хлебушек испекли мы ездили на дизеле керосинке спиртяге немцы на бензине у нас было мало еды и некачественное порой оружие немцев качественная форма оружие питание вывод для молодых вы победили народу нет это твой вывод виктор так что я это вывод виктора пожалуйста пожалуйста не приписывайте это не мне ты где где это же таком это верно не знаю какая-то ого солидная комнатка ну-ка давай посмотрим что там с дизелем экспериментировали в авиации не получилось сообщение капсом скажите здесь будет стрельба нет не будет выходи закрывай стрим так да хреновня мне явно понадобится кракау такой же комп эй где ты что с тобой я здесь жду тебя я в той комнате куда ты меня вела что это невозможно ты наверное в каком-то другом центре управления прости я не знала я не хотела отправлять тебя туда не знаю куда все в порядке кто не ошибается ты добрый я и правда думала что это здесь твое доверие очень много значит на меня прости что разочаровала правда в том что я не знаю что со мной происходит я здесь заперта уже неизвестно сколько мне становится по-настоящему страшно в общем я хочу сказать что ты моя последняя надежда надежда не поможет мне найти дорогу ты прав что ты делаешь подожди секунду да есть тут сказано ты в центре управления да значит скорее всего ты разговариваешь со мной через консоль Ева вроде да эта машина контролирует всю территорию мы сможем получить доступ к картам, дверям, шахтам, ко всему но на экране написано что нужна запоминающая трубка интересно зачем посмотри может найдешь поблизости уже нашел тут сказано что запоминающие трубки как-то связаны с системой контроля всего бункера еще когда система работала на них записывалось все происходящее какой год в игре ну последняя датированная бумага была шестидесятый год конечно это и мы же читали что немцы создали суперкомпьютер ну да ну до сих пор это все равно как-то не афишируется и до сих пор игра подает это игроку как человек как бы ты должен думать что это человек но на деле нам дали столько подсказок что это не человек что не знаю кто еще не догадался там недогадливый так восстановление последнего отчета запись последних минут проведется проверка безопасности обнаружены посторонние что-то что-то сканировали уровень опасности критический режим военный разоружение нарушителей в приоритете а возможно и маршруты эвакуации маршрут а маршрут б я ничего не делал зафиксирован несанкционированный выстрел из огнестрельного оружия переключение на дисплее узла переключить вильгельм зоненбрух покойный включение аудиоканала я же просил не при ней он потянулся за стволом что мне было делать польское подпольное государство ппг хорошо посмотрим что можно сделать с машиной побыстрее говорящий опознан несанкционирован доступ к консоли попытка перехвата она знает что мы пытаемся войти поиск библиотеки завершён иногда это требует времени попробуй ещё раз попытка перехвата управления не выполнено ты же вроде не в первый раз ты делаешь да не в первый попытка перехвата не выполнено по-немецки нихтю слаг успешно нужно было сразу так сделать хода шифрования по-моему все те же что я помогал сломать несколько лет назад хода шифрования сканирования как помочь тем людям наверху подожди немного это это невероятно что это машина и ее возможности цикл смены дня и ночи сельскохозяйственные системы не привыкай к этому как только поможем людям сразу ее выключим соберись ты права так сканирование сведений о польских учёных там наверху идёт мировая война надо что-то сделать мы ничего не можем сделать протокол не позволят тогда поменяй чёртов протокол мы могли бы это сделать доступ к протоколам безопасности изменить изменить инфраструктуру безопасности изменение протокола разрешено сработало увеличение количества нарушителей местоположение кузница наружное укрепление вот это нам и нужно продолжай я ничего не делаю это машина смотри что она делает стратегические результаты она выбирает результат но ну что но хороших вариантов нет полномасштабное наступление направить все силы в кузницу блин я пытаюсь переключить но он что-то не переключает закрыть вентиляцию перегреть плавильную число жертв 35% вероятность успеха 90 я не могу выбирать сейчас да оно само происходит всё Луцьян Календа говорящий идентифицирован сколько времени пройдёт пока они типа взорвались жуть какая да как будто бункер пытался защищаться всеми доступными средствами думаю когда война заканчивается люди убивают друг друга уже от отчаяния она закончилась? что закончилось? война? война закончилась? думаю да но точно не знаю да мне тоже никто ничего не говорит как бы оно там ни было откуда ты пришел? ммм мир совершенно спокоен хорошие новости надеюсь так оно и будет итак что дальше теперь у меня есть доступ к системе управления и я могу выпустить тебя из этой комнаты я изучу карту и попробую найти главный центр управления иди через кузницу там должен быть проход в ключи пакмана пишет ржака сейчас погодите я хочу чувствительность взаимодействия снизить тоже так у нас третья глава сейчас начнется интересно да вроде нет пока что вроде нет так что это там писали то? что-нибудь писали интересно американцы ничего практически не сделали во время войны это потом на железные заслуги ну ладно ладно это все виктор пишет эм и гля в шестидесятых у немцев уже графический интерфейс куда там гейтс хе-хе-хе-хе Девушка, которая разговаривает с ГГИ, искусственный интеллект, у которого заканчиваются гиппокампсы, ему нужен новый мозг. Логично это, предположите, всех данных, которые мы уже получили, уже сейчас. Теория. Поляки-партизаны нашли секретный бункер, затем вырезали и убили всех немцев, а тела, может, складировали в каком-нибудь складе. Да, частная американская компания Standard Oil продавала Германии горючее, потом ее штрафанули за это. Не знаю, задавали ли тебе такой вопрос, но будет ли продолжение макет? Не, не будет. Что-то мало очень народу посмотрело. Где-то чужой ползает. Значит, вот куда должны были идти все поезда. Как бы эта хрень на меня сейчас не грохнулась. Да не. Кто мне бояться? Чик. Это тупик. Что? Как же идти некуда. Судя по моей карте, там должна быть труба. Она ведет прямо к жилой зоне. Ты ее не видишь? Что? Ты хочешь, чтобы я прыгнул? Послушай, я бы не привела тебя сюда, если бы не думала, что ты справишься. А ты никак не можешь мне помочь. Прости, больше я ничего сделать не могу. Теперь все зависит от тебя. Ты мне однажды уже поверил, теперь просто поверь еще раз. Да, труба часть охлаждающей системы кузницы. В конце есть небольшой резервуар, он смягчит падение. По крайней мере, должен. Должен? То есть ты не уверена? С тех пор, как я тут как-то что-либо работала, прошло столько времени, кто ж теперь знает. Ну, я ставлю на то, что он там есть. Попробуй вспомнить мир снаружи. Помнишь, как ты его описал? Он спокойный. Все, что здесь происходит, временно. Ты справишься. Что случится, если я прыгну? Когда-нибудь чувствовал себя беспомощным? Так, будто совершенно не контролируешь происходящее вокруг. Будто тебе остается только смириться и принимать все как есть. Как бы ни было больно. В этот раз такого не будет. Контролируешь ситуацию. А, что до твоего вопроса? Если прыгнешь, по крайней мере, будешь знать, ты сделал все, что мог. А, это уже очень много. Ладно. Я это сделаю. Я прыгну. Все будет хорошо. Поверь мне. Я компьютер. Поверь мне. Ты же умеешь плавать, да? Хороший вопрос. Я в бункере вырос. Ну, знаете, для компьютера, которому очень важен мой мозг, она не сильно беспокоится о сохранности моего мозга. Квик-тайм-эментов, надеюсь, не будет. Вот сейчас глава начнется. Торк. Не понимаю, почему предыдущая глава называлась «Гнев». Никакого гнева я там не увидел, кроме... Ну, кроме мест перестрелок всяких. Возможно, тут имеет смысл то, что было раньше. Друзья, у нас час 44 этого стрима чудесного, волшебного и невероятного. И давайте на этом закончим. Давайте на этом закончим. Как раз у нас новая глава. Все новое, все свежее, все сочное. Продолжим в следующем стриме. Если честно, мне зашло, и я хочу проходить дальше. Так что я думаю, что мы поиграем еще сегодня, но позже. Ну, не ночью, но позже вечером. То есть, может быть, через час или типа того. Следите за анонсами, короче. Чтобы не пропустить, подпишите, колокольчик прожмите. А если хотите вообще 100% иметь уверенность в том, что вы не пропустите стримчик, то вступайте в группу в Дискорде. Ссылочка есть в описании. И там оповещение пройдет мгновенно о том, что скоро будет что-то новенькое и интересное. На этом у меня все. Спасибо всем, кто был. Огромное спасибо тем, кто закинул монетку. Жду вас всех снова. С вами был Гидон. Всем спасибо. И до следующей миссии. Бейси. 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 Бейси.